Добрый вечер, спасибо большое, что вы остались здесь до этого времени, спасибо, что вы вообще пришли, спасибо организациям, что мы можем быть с вами. Вы видите на слайде, меня зовут Илья Фантыхова, я работаю в немецком фонде Гебри Хабиоля, координирую программы «Демократию», устраиваю всякие конференции, делаю проекты, делаю очень много всего хорошего. Раньше мне было очень трудно сказать, что я умею хорошо работать, я вот тот-то-то. Если спросить, в чем я эксперт, я, наверное, скажу, что в каких-то процессах связано с гражданским обществом и с институтами гражданского общества в России, и вообще я много чего могу и такой уверенный в себе эксперт. Еще год назад это было невозможно. И так я придумала проект «ШИ», о котором я, конечно, расскажу, но вначале, позвольте попросить вас, если кто-то в зале страдал, страдает, страдала, там, мужчина и женщина с синдромом самозванки, можете на пять секунд встать. Спасибо. Я стою на сцене, понимаете, да, что я страдала, страдаю, но надеюсь, что больше не буду страдать. Я вам сейчас расскажу, почему здесь футболка. Я не собираюсь рассказывать про синдром самозванки какими-то странными, сложными словами. Я думаю, что если вы страдали, то вы знаете, что это. Я знаю, как это просто диагностировать. Если вы когда-нибудь думали про свою работу, про какой-то приз, который вы получили, что это не я, это мне повезло, или, наверное, я недостойна или недостоин, раз никто не говорит мне, что я классный-классная, я не знаю, кто я, я хочу быть, но не знаю, могу ли я, кто те, кто решает, кто я. Если вы когда-нибудь задавали эти вопросы, то как бы мы поймем друг друга. И это все, что можно знать о синдроме. Ну, нужно понимать, в чем он заключается. Но я представляю, что если бы в этом пространстве было одинаковое количество мужчин и женщин, то позвольте представить, что вставших женщин было бы, наверное, больше. Может быть, кто-то из вас с этим не согласен, мы можем потом поговорить об этом. Но я уверена, что это так. И почему? Потому что, когда я организовываю всякие мероприятия, со всех позиумов, я на всех конференциях, будет экономический форум, или будет экологическое обсуждение, я не знаю, вопросы экологии, или вот если жизнь после выборов, я всегда вижу такую картинку. Или вот такую, например, «Пути России-2018». И, в принципе, история моего проекта ШИ началась не с синдрома самозванки, который даже не могла в себе диагностировать, а именно вот с таких историй. То есть я работаю в зеленом фонде, гендерно-ориентированном. И я учила в теории, что на любую вещь можно посмотреть через гендер. И это нужно не только, чтобы был во всем мире во всем мире, это нужно для качества. Я спрашивала у наших партнеров, спрашивала просто людей, которые организовывают мероприятия. «Друзья, почему у вас нет женщин на подиуме? Почему в нашей публичной сфере так мало женщин?» И если речь шла о конференции, например, по политологии, в Москве мне чаще всего отвечали, что Катя Шульман заболела. И в этот момент я думала, «Господи, понимаете, я знаю еще 15 прекрасных политологов, почему бы не позвали их?» И, в принципе, проект ШИ – это история, которая началась с очень утилитарного немецкого решения. «Если наши партнеры не могут найти женщин-экспертов, я найду их для них, и, может быть, они их будут звать, и они не будут прикрываться Катей Шульман, которая, конечно же, прекрасный эксперт-политолог». Проблема от такого малого присутствия женщин в публичной сфере характерна не только для России, но и многих европейских стран, и вот, например, новый кабинет министров Германии, занимающийся внутренними делами страны. Почему важна женщина, так я объясняю своим партнерам, да? Потому что если речь касается общества, если речь касается каких-то вещей, которые важны, которые мужчины для женщин, то невозможно игнорировать социальный опыт проживания каких-то процессов и мужчины, и женщины. Но если у нас нет на подиуме или в кабинете министров женщины, которые могут посмотреть с позиции своего социального опыта, от которого никуда не деться, стремясь к абсолютной объективности, то ваш проект просто будет некачественным. И чтобы и проект шире, и это была история про то, что будет сделать наши дискуссии, наши проекты, наши бизнесы просто мудрее, лучше и эффективнее. Но так я начинала. И примерно год назад я сделала анонс в Фейсбуке, да, и вот так родился проект шире, обратите внимание, видите, он очень розовый, сейчас все объясню. Год назад я сделала анонс в Фейсбуке и на нашем сайте, и нам стали поступать письма от женщин. Письма были примерно такие. У меня диссертация, я диссертацию по антологии, теории познания, такое-то, такое-то, такая-то формулировка. Я редактор 10-15 книг. Но, вы знаете, я очень хочу участвовать в вашем проекте, но я не знаю, я эксперт. Это было в каждом втором письме. И вдруг, я не понимая в тот момент этого сама, или как раз начала в тот момент понимать, что этот проект нужен не столько, чтобы встраиваться, да, вот в эти странные структуры. Вам сегодня отвечали на вопрос, почему у нас мало женщин и так далее и тому подобное. Я не буду их повторять. Вместо того, чтобы говорить, ура, мы здесь женщины, пожалуйста, обратите внимание, нужно просто, просто общаться с женщиной, с женщиной и учиться говорить, я экспертка, я знаю, что я могу, я знаю, что я хочу. Так получается, что мужчине, я, по крайней мере, в своем опыте встречала, вот проще сказать, например, там, я фотограф, я писатель, а женщине сложнее. И, конечно, это прекрасно, что мужчине просто. Я просто хочу, чтобы с женщиной, чтобы каждый из нас так же легко было признаться в своих умениях, в своих навыках и определительных. И через эти письма женщин, которые хотели стать частью платформы ШИ, этот проект переродился и переопределился. И, да, он должен родиться, я сейчас вам задам еще один вопрос, он должен, и переродился он в этот адрес, который сегодня еще не работает. И, может, я спрошу вас, кто из вас пострадал, просто можете поднять руку от Роскомнадзора? Вообще? Не так много. И в последние три дня. Сейчас, ну, последние. Вот. В общем, я вижу, что не так много, но мы, к сожалению, тоже пострадали. Мы выбрали иностранные серверы, чтобы держать платформу, чтобы их, как бы, ну, не так легко остановить, как нам казалось. Но вчера наши серверы перекрыли, и сейчас идет перекладывание на другой сервер, поэтому обещанная дата старта проекта 21 апреля переносится на 25. Но вы можете всегда все прочитать и следить за нами в письме. Я продолжу. Через эти письма от женщин, через эту историю про быть самозванкой, не быть самобояться, быть самозванкой, родилась вся концепция проекта. Это две кнопки. Это кнопка «Найти» и кнопка «Стать». «Найти» — это для всех тех, это тот утилитарный подход к проекту, вот немецкий подход, с чего он начался. Если вы ищете кого-то для бизнеса, для проекта, для конференции, вы можете найти там экспертов у нас, просто наши эксперты-женщины. А вторая кнопка, и мы долго думали, как ее назвать, она называется «Стать». Рассматриваясь это как терапию. То есть сначала эта кнопка называлась «Присоединиться», но сегодня это «Стать». Тогда вы нажимаете эту кнопку, вы становитесь экспертом. И здесь, конечно, этот проект превратился в некий бунт, в том числе против понятия «эксперт» в том виде, в какой он нам его навязывает. Быть экспертом, если мы вернемся к производной этого слова, это с латицкой, это опыт, эксперт, экспертиза — это опыт. Если вы работаете в какой-то области, если вы готовы делиться вашими знаниями, то вы эксперт или эксперт. Ну, кому как нравится. И все. Вот все будет работать примерно так. И мы ушли от фотографий женщин, чтобы уйти от такой невольной объективации, которая возникает, когда ты видишь любой портрет. У нас очень все продумано до мелочей. И, конечно же, нам очень приятно, что и все страдали с синдромом самозванки, я продолжала им страдать в процессе разработки проекта и спрашивала очень разных женщин, которые уже добились успеха, а как вам кажется, это важно? И невероятное количество женщин, которые добились успеха, несмотря ни на что, сказали «Вау, это важно». Мы эти мнения, эти тексты женщин вы тоже увидите на нашем наукосайте и фейсбуке в ближайшие дни. Почему розовые? Я забыла рассказать, что после анонса мне стали задавать очень много вопросов. Я не знаю, почему эти вопросы шли от мужчин, в принципе, от женщин они тоже могли поступить. Вопросы были не просто «А почему?» Я не знаю, «Почему только женщины?» «Почему они унижают, что это женщины?» И куча-куча в этом роде. Иногда эти вопросы или какие-то передергивания истории проекта в соцсетях превращаются просто в травлю. По крайней мере, я воспринимала это как травлю. И совсем недавно, когда наш проект представили в проекте «The questions», снова все те же вопросы, которые я слышала год назад, вернулись к нам. «Вы унижаете женщин?» «Это квота». «Это никому не нужно». «Женщины такие же права, как у других». «Они всего могут добиться». «Если женщина умная, то мы о ней узнаем». И так далее и тому подобное. Но я думаю, сегодня вам все рассказали, я не буду говорить, я не буду отвечать на эти вопросы. Но очень хороший вопрос, почему розовые? Здесь у меня есть моя личная история. Дело в том, что нас буквально два дня назад написали, «О, боже, они еще розовые». Кошмар какой. Вообще там был магнон. Не матерюсь. Вот. Я не любила розовые. Мне казалось, что розовые мне дико не идет. На самом деле, я боялась розовые. Я боялась розовые, потому что девчатик свет. Я думала о розовых, потому что это розовые, это быть вот женщиной и так далее. Потому что я сама, например, в 16 лет, была совершенно мизогенична к своей собственной женственности. И короткая история. Когда наш дизайнер получил от меня задание придумать дизайн первой страницы и не использовать розовые, через два дня я получаю то, что вы видели. Вот это. Я нахожусь в командировке в Берлине и просто не знаю, что я с этим делаю. Я не могу возмущаться. Я не возмущаюсь. Я просто пишу, «Наташа, а может быть зеленый, а может быть голубой, а давай попробуем персиковые тона? Давай уйдем от этого розового». И в этот же момент со мной что-то происходит. Я понимаю, «Господи, феминизм присвоил, переосмыслил этот цвет. Я должна... Мой проект, как ни крутил, все равно феминистский. Я должна просто это принять». Я иду в магазин, в свой любимый магазин, и вижу там майку розового цвета за 10 евро. Я не вижу полностью, у меня не очень хорошо с английским, я вижу слова такие вот, я не знаю, видно вам, вот так вот, love, чего-то, I am gender. Я прочитаю, как I love my gender. Я просто решила в качестве психотерапии, в качестве, как бы, ну, открыть любовь к розовому, купить себе майку и ходить. Я люблю свой гендер. Я люблю свой гендер. Но на майке было написано совсем другое. Примерно, я любить, моя гендер, моя гендер любить меня. в общем, эта надпись, эта смешная ошибка, на самом деле, про то, как я все время говорила, вау, феминизм, это круто, равенство женщин и так далее, и сама, сама боялась, например, розовую, сама где-то в глубине стеснялась, стеснялась говорить, я крутая, и еще я женщина. Или, может быть, я даже крутая, потому что я женщина. Я хочу делать что-то для женщины. Это мой ответ продолжает второй вопрос. Почему либерально? Я называю наш проект очень либеральным, потому что я женщина, я хочу, я встретила другие женщины, я придумала с ними этот проект, и мы хотим что-то для себя, для женщины делать. И мы реализуем так свою свободу. Если кто-то придумает, и мне говорили, это классная идея, сделай что-нибудь для мужчин и женщин, тогда будет как бы делено, а так какая-то фигня. Если кто-то хочет создать подобную платформу про мужчин и женщин, это будет здорово. Если кто-то про мужчин-экспертов, то тоже здорово. Просто я женщина, я хочу для женщин, не мешайте мне, не нарушайте свою, как бы право на свободу. Зачем он нужен мне, и зачем он нужен женщинам, я вам рассказала. Для себя, вы тоже можете решить, если присоединитесь к нам, если нажмете кнопку «Стать». Я думаю, что почти каждый из вас здесь эксперт или эксперт, как вы любите язык. Мой проект превратился из вот этого функционала немецкого в историю про уверенность в себе и про то, что нужно не страдать синдромом самозванки, а быть самозванкой. И эта история про то, что вы самоназываетесь. Никто не знает лучше, кто вы есть и что вы можете. Только тогда вы так скажете, я это могу, я это услышат, и может быть, вас позовут на подиуме, может быть, мы изменим какие-то коды этой культуры. И, конечно же, эта история про солидарность, про то, чтобы мы увидели друг друга. Это, по-моему, весь мир сейчас говорит, и все женщины мира. По-моему, пора нам встать, посмотреть друг на друга и понять, какие мы классные и что мы можем. Я коротко представлю команду. Это такая команда «Жи». У нас был в Фейсбуке общий час с такой красной коробкой, в которой придумала Ника. Ну, вы видите меня, да? Я как бы все придумала. Юлия Алексеева, потрясающий корректор и выпускающий редактор, которая вычитывала каждую запятую. Наташа Стольберг, которая придумала розовый. И еще много-много всего прекрасного. И которая любит, чтобы все имело смысл. И Ника Мухлина, которая отвечала за текст, потому что иногда меня несет, и мой язык не понять. Я просто попрошу тех, кого я называю, подниматься на сцену и, если можно, тех людей, кто не думал «Фэмфест», потому что «Жи» из «Нэкспер» это «Фэмфест» каждый день. Это тоже про одно и то же. На самом деле, еще несколько дней назад вот эта команда выглядела вот так. То есть вы вроде как вы сильные девушки, у нас есть слазь, но мы не улыбаемся. Я очень надеюсь, что 25 апреля мы точно улыбнемся. И, конечно же, мне помогали моя коллега Наталья Бетол. Она умеет подготовить... Она все понимает в документах. Катя Черняева просто несколько месяцев обрабатывала все заявки от женщин и подписывала с ними бумажки о неразглашении и персональных данных ее обработки. И Руфина, Зайдулина, которая сделала так, чтобы у нас на том столе, у которого, мне кажется, каждый из вас был, появились все те классные истории на шмейт-мерч, которые придумала Наташа. Ну, создала Наташа точно. Пожалуйста, спасибо за внимание. Я надеюсь, что ее уложилось в свое время. И я поставлю последний слайд. Смотрите на свой хэштегу. И пусть и такие фэнфесты будут не раз в году, а каждый день. И наш проект Шитин Эсприд это тоже про фэнфест каждый день. И, пожалуйста, можно я позову у всех организаторов? Давайте просто символически откроем бутылку шампанского и выкинем. Большое спасибо, Илья.